погнали да думаю может быть не не досматривать сегодня все посмотреть нейтрона фоги тем следующий матч тоже интересный не наверно не буду досматривать уж там либо xlord либо либо нубас а секс лордом фоги скорее справиться мне больше всего интересный вот нейтрон фоги вот пораньше сегодня приду к товарищам надеюсь вы не расстроитесь что не досмотрим xlord плюс insuperable и потом с победителем вот этой пары типа против фоги скорее всего xlord потому что но тем более завтра еще будет трансляция а завтра кстати во сколько начала 16 30 по москве погнали то очень много сегодня пауз очень много орков и не то чтобы расист но зеленые вы же понимаете есть просто расы которые для продвинутых товарищей а есть партия зеленых тем более как вы помните у них там женщин нет вообще так что такие очень странные не разница по стратегиям сразу есть мы видим форсиры с хат хантерами и блэйд мастера с грантами причем форсиры хат хантеры у спарила тоже на этой же карте были тогда fly справился но не без труда опять же затяжная игра был этот blood last 5 уровень криты по 200 250 побежали солерий говорит надо смотреть все я согласен у вас будет возможность смотреть досмотреть все эти две дела стали причины выхода мной с киберспортивного парик ты постоянно просто выходишь когда вот это вот число 2 то есть на акциях 2 процента заработал вышел агела 2 убрали вышел блэйд мастер сразу выбил себя отличные артефакты самое главное получил разведку на всю оставшуюся игру факлу говорит руки просит орды локтар у нас кажется в помощниках завелся завелся и кольцо регенерации представьте сколько времени будет блэйд проводить с неполным количеством здоровья сколько минут это даст кольцо ну сколько минут она будет работать там сэкономит на бутылках колоссально и на этих на наличием бальзами сейчас может выдать вот этот хат хантер местоположение форсира уже выдал но артефакт фс успел тиснуть пошел процесс нарезки красиво продает сейчас хат хантер старается чтобы он бежал в противоположном направлении основная армия в этот момент видите знаю что блэйд занят женщины там есть они сидят в борове готовят пищу не ломает жизнерком мой красивый час и красивая попытка от грунцера было добиться но и не позволил отлично соин это сделать роман горит и задержка на стриме ли у миша сейчас запаздывает и чат запаздывает и миша запаздывает тоже есть задержка конечно же не там поставлены 90 что ли секунд хотя насколько помню сегодня увидел что специально требование вообще три минуты задержку ставить и по-хорошему надо было но это совсем тогда убила у нас общение какое-то блэйд с отличными девайсами еще выпадает паладиновская аура которая тем не менее подрезаны мне почему-то казалось что там на полтора и подрезали оказывается нет фаерлорд вторым героем но это без застроечки да это просто такой под пуш просто под пуш обратите внимание что огненный элементарь не стрелял сразу по этим поборусом и сразу был отправлен стрелять сначала по рабочим потом по гранту блэйд нарезает хат хантеров вы заставляет эти винлок но блэйд такой жесткий у него просто артефакты великолепные брони девятка ну и все спокойно отбивается то даже застройки нет как таковой то есть этого пуша нет продолжения до при этом сам он не делает т3 в берсов не выходит очень много бестолковой беготни у соина будет отлично черепах черепашки начинают атаковать ой как же плохо тут у бедный соин бердиллер привет нет он сегодня не играл он завтра будет играть в 16 30 мы начнем просмотр блэйд вселеного вырезал где-то 3 хат хантеров просто вот-вот постоянно бегая с виндвоком там подрезал 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 к чему был такой пуш я не знаю вообще ничего не добился берет собой рабочих еще то есть пуш продолжается странно цеха 1 на криппинге отдается мне показалось уж что и главное у них там пинга особо не там 40 60 что ли было минус цеха ну не стоит смеяться мы что черепаха вот это вот она высокоуровневая и и она поумнее остальных то есть например она будет стараться бить людей с меньшим количеством здоровья ну и плюс она довольно больно бьет пойдет застройка довели что алтарь светится понимаешь но даже при таком слитом с ихе мне кажется есть вполне ну серьезные сомнения что удастся вообще застроить нормальная армия блэйд мастер живой закупленный кодой почему-то кстати не так и не съел грунцера съел а это второй кодой у все тогда вы извините блэйд с лайтнинг щелдом из руки бьет хорошо и все вокруг испытывают дискомфорт находясь рядом с таким блэйд мастером неплохой чайник но теряется еще один хэдхантер еще один хэдхантер еще один хэдхантер 38 лимит на 37 часть лимита конечно в желудках у кодоев но блэйд по-прежнему продолжает кстати у него нет кольца уже регенерации здоровья он кому-то сбагрил его в магазин гоблинам видимо против должен прожимать до пеплобоя должны убивать последний выстрел умирает пеплобой да все что нужно для того чтобы отбиться от такого подпуша это хорошо прокачанный блэйд желательно 3 уровня на этот момент и все отличный артефакт и первый с х с хексом ты тыкаешь героя и спокойно убиваешь всех хил через алтарь да это там реально черепашка такая ведь седьмого уровня то есть все кто выше шестого уровня чем включительно насколько понимаю у них во первых уже добавляются сопротивляемость геройская ну типа вы будете мне кидать молоток да он будет он будет действовать вот я не вот не знаю кстати хороший вопрос резисты вообще учу у черепахи высоко должны быть резисты то есть должна быть по идее геройская сопротивляемость на них меньше действует слов хекс меньше но должен наноситься магический урон по идее по идее вот по поводу 2 на 100 процентов не уверен но они умны их так просто например не заре таргетить там этого командира огора помните чтобы заставить его атаковать кого-то конкретно вот задолбаешься переварил кодой идет продолжение застройки 42 41 чем свои на типа меньше но кодой три лимита в одном кодой плюс еще можно съесть кого-то планы близко не подходить но мне кажется четвертый блэй тут уже будет разуплотнять еще жестче хороший диспол кодой биты далее соин должен захлебнуться просто в собственной крови собственной кровью пытается съесть отступить кодой на спидах уль убегает еще один попытался тоже съел и убегает неплохо как удается в такой ситуации расконтроливать еще вроде все плохо все красное не ночью ковыряю тут минус вышка теплобой 2 вот они ну какие шансы вообще друзья на такие шансы просто быть мастер один всех хэдхантеров за ушатывает у него истин in wool еще все есть на которые переваривают парочку грантов 6 лимита застройка минус у а блэй час понял что где-то там есть два кодой которые битые они где-то там он их видит просто о вот после этого выйдет соин скриньте дайте 20 секунд погнали 2 3 4 михаил коменте в warcraft с 2005 года добрый вечер друзья сегодня второй день специального турнира warcraft 3 champions 6 сезон завтра будет последний финальный день там лалает хэппи в первом полуфинале сегодня мы определим с вами ну не не до конца конечно тем не менее ну гарантированно определим одного еще одного полуфиналиста и с высокой вероятностью второго но до конца там прям мать и досматривать не будем я уже решил вот турнир примечательно тем что во первых делается добровольцами комьюнити поддерживает призовой на очередь они собирают призовой проводит это альтернативный ладдер альтернативные отсутствующему официальному ладдеру в warcraft и спасибо blizzard и reforge которые выпустили сырую игру до сих пор нам не показали ладдер показали только скрины ладдера вот ребята сделали свою надстройку над battle на этом и там у них уже все есть хост боты реконекты игроки хорошая подборка хостов в общем он выбор карты даже при старте видеть все четенько и турнир с финалом каждый сезон с вашего позволения здесь я буду болеть за флай для того чтобы приблизить матч фоги нейтроном они должны следующими играть а ты планируешь фашин сайбергеймс плане комментирует удален полетишь во владик во владик уже взяли билеты колдун говорят красиво заценили пацаны понт да спасибо спасибо стараемся стараемся поднять настроение и себе и вам клип сделайте на память у меня уже выработала знаете привычка стримить без задержки и проверять проверять удачность неудачной шутки на чатике то есть у нас же постоянно идет такой интерактив и скажешь что-нибудь и думаешь ну вроде неплохо или там заценит не заценит смотришь такая реакция такая реакция про мамок например шутки заходит очень хорошо что конечно печалит иногда но они в такие классические поэтому вот и тут я тоже ждал реакции интересный был момент так за флая дам флай у нас желтенький флай у нас справа флай мы выдаем одну победу привет антеман здравствуй добрый вечер белорус о отец звонит сейчас я отвечу все равно пока ничего важного да привет 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 как дела Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, я-то не пью... Но кто-то в компании обязательно, как в прошлый раз, заценит... Шутки про мамок хорошо заходят, наверное, потому что зрители латентные до терки... Так, жалко, что я не могу сейчас глянуть твой профиль в стиме и посмотреть 3,5 часов наигранных в... Но ты-то не латентный, ты камин-аут сделал еще 8 лет назад, наверное... Скажи честно, вот давай... Сколько у тебя в стиме? Давай... Сейчас батя за шутки про мамок расскажет... Да... Так, что здесь произошло? Блэдмастер на блэдмастера... Мы болеем... С вами за... За красного блэда... Угу... Да, Солерик, как-то так... По артефактам... Давайте сейчас попробую сориентироваться вообще в ситуации... А, ну самое большое отличие, посмотрите, это то, что у... У Флая уже выбита аура, то есть уже выбита паладиновская аура... Мы хорошо заблочили, развели рабочий на... На использовании виндвока... Что? 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 Как это удается вообще? Флайу Блейда терять? Да как ты это делаешь? Там же никого не было. Два Гранта и все. Что? Как? Какой смогон завтра финал? Так я же... Я сюда приехал на машине. Уеду отсюда. Я трезв, как стеклышко. И завтра тоже буду трезв, как стеклышко. Понимаете? Все ради Варкрафта. Я знаю, что многие из вас там отрываются по полной программе. А, там был выманен этот... Я здесь тоже выманивался. Видимо, другие артефакты просто выпали и все. Флай, тем не менее, все равно третьего уровня. Здесь надо виндвок, наверное, юзнуть. Нет, не пригодился даже. Не потребовался виндвок. И добил, и тиснул... Добил же он? Что-то мало экспы дали. Как будто не он добил. Сирклетку он точно поднял. Возможно, второй блок-мастер добил. Как-то подозрительно. Мало экспы дали на третьем уровне, да? Фир говорит, я вообще не играл в доту. Мне постоянно попадались раки. И я сливал, демотивирует. Там же матчмейкинг работает так, что тебе дают людей, которые даже чуть получше, чем ты играешь. Играют. Ну, это известная история, что как бы ты чемпион, а все остальные не очень. Хорошо, что когда ты в Варкрафт играл, ты всех брил. Без шансов. Хоть там проявил себя. Я, собственно, такой же. Флай дает фору, не переживай. Большая бутылка маны выпала. Ой, СХ подставляется, подставляется СХ. Раз. Два. Ой, крита второго словил. 108. Причем не факт, что он умер бы от обычного удара. И, типа, мог успеть подлечиться или там что-то среагировать. Какая-то вообще аркада идет. Дичайшая аркада с обоих сторон. Восстанавливается СХ. Но артефакты у него хорошие уже никто не заберет. Эти 300 единиц маны, особенно на такой карте, где можно хорошо по... По это самое. Мистер Милосердий говорит, смотрим сыном, показывает на тебя и говорит, что ты на меня похож. Еееей. Мелкому привет. Привет! Привет! Дядя Миша тут сидит. Про Варкрафт рассказывает. Блин. Хотя сейчас помахало, один товарищ рассказывал, что он в Хелл с дочкой играл. А дочке уже 18. Нормально. На Лики на турнире участвует? Нет, нет, нет. Муна здесь нет. Опа! Темную, кажется, устраивает Блэйду. Сетка. Хекс откатился. Ух. Минус Блэйт, что ли? Семь хитов. Выжил исключительно за счет Спиритлинка. За счет Спиритлинка исключительно. Миллойс, привет. Привет. Восемь летнего виски за Михаила и Чат. За Михаила и Чат. Что делают? Непонятно. Я помню, как у нас упоминание алкоголя под запретом было на ГГ. Сейчас уже все бородатые. Серьезные. И 18 плюс сайт. И... Дядьки такие. Оркада. Оркада. О, кстати, хайгай. Хейт. Хейт гай. Очень хорошая тема. Оркада. Странно, что никто на моей памяти не обзывал так оручим и чап. Очень подходящее. Особенно учитывая то, что всегда есть блейд какой-то. Всегда есть риск и потерять героя, и убить героя, соответственно. Оркада. Оркадий. Да. Ну, может, где-то это было, но я что-то не на слуху. Хорошую красную пытается забрать. Выпадает что? Камень жизни, здоровья. Не знаю, но я же с их я даже лучше передать. Или блейду. Привет, Симати, привет. Продолжаем. Хорошо закупленный блейд. Будут ловить. Но непонятно, кто кого словит. Лимиты одинаковые. С их османой. Да, делает телепорт. Но тролль должен даже без виндока. Нет, ушел тролль на последнем ударе. Тоже очень красиво. Привет, Симати. Да я такой бородатый, конечно, не дать ним взять, говорит Мэл Лоис. Ну, разный, конечно, разный. Ну что, болеем за флая. Ему выпал, кстати, тоже большое, большое, мощное изделие маны. Большое, мощное. Просто мощное. Соби маска тоже вполне себе отличный артефакт. Ну и крепятся орки. Стараются крепиться. Т3, арба, а здесь Т3 только стартанул. Разве спиритлинг работает, когда герой далеко? Конечно. Конечно. Не-не-не, там нет вообще радиуса никакого спиритлинга. там есть анимация, когда ты кастуешь, то юниты должны быть рядышком, и в ближайших он цепляет четырех юнитов друг за дружкой. Но, если они сцеплены эмпатией, то все, то там уже. Вольф в ЦР3 говорит, привет, билеты во Владик дорогие. 24 стоили туда-обратно, когда мы брали. Но мы брали очень сильно загодя, или там даже 22. Ну, короче, получилось, я думаю, что будет значительно дороже. Но можно наткнуться под конец, прям под дикие цены. Четвертый Блэйд. Блэйд Мастер рассветит, начинает бить сразу. И телепорт тут же идет от Флайм. Почему-то он не готов сражаться, потому что, видимо, от И3 нет, нет арбы, нет кодоя с музыкой хорошей. А тут уже и кода плюс 10% и Блэйд и веселенький. Причем Блэйд же хорошо с арбой и спиритлинг тот же самый снимает с юнита, которого фукусят. Это тоже должно сильно повлиять на динамику. И на крас начинается заруба. Как же среагировал очень хорошо. Большой амулет маны выпадает. Слушайте, ну у Суины ситуация просто шикарная. Артефакты у Сахи маны столько же, сколько здоровья. 640 на 675. Зачем тогда рабов берут катку в атаку для линка? Видимо, на случай диспола. А, флай желтый. Ребята, флай желтый. Нормально. Оооо. Да меня смутил просто красный флаг флайя наверху. У них же в Китае флажок такой. Коммунистический. Вот. Это немножко... Да, флай желтый. Ребята, сори, сори, сори. У флая все отлично. Болеем за флая. Намечается сражение 56 на 50. Флай меньше. Он сидит на лимите 50. Кадои жрут взаимно друг друга едят и умирают. Причем юниты освобождаются, отряхиваются и снова принимаются за битву. Но сыха, конечно, тут вообще дикий. 250 маны просто у него. Из шестисотен. Ну, флай нормально. Сидит в лимите 50. Флай желтый же нет. Ну, хорош. Ну, я понял, что уже желтый флай. Дороговато. Зато мы варик посмотрим. Я никогда во Владике не был. Поэтому самое-самое время. РЦГ в конце мая, кстати, будет первая квалификация из четырех. И ближе к концу лета будет финал. Во Владивостоке с четырьмя финалистами. Я уверен, что там будут... Ну, там все равно парочка азиатов будет. Таурен выходит уже первый. У-у-у-у-у. С пульверайзом начинает мочить. У него сплэш великолепный. Только сплэш рандомный, конечно. ох кодой подходит как раз кодой под тауреном сетку сразу на него надо выкидывать и пропевать молодец выкидывает пропевает у нее успевает кодой забрать флай есть деньги на руках но лимита у него в данный момент поменьше но у флай 5 сахаб быстрее получился значительно быстрее уже два таурена рабочий час от пара поливерайзов уйдут или даже от одного учитывая спирит линка и поглощение урона бах ох вы видели кто батя здесь был только что клипчик желательно сделать пожалуйста классный момент прям ждал этот поливерайз он пролетел у ггс ребята мы переходим к матчу фоге против нейтрона и когда добавить новое с приложением магазинами будет на ipad работать в счету функции работы фоновом режиме обычно про